итак слушайте сюда когда он это прислал мне он пришел ролик написал вот это вот глупость это и вот эта глупость перед вами человек мы начинаем и просто тема тема большая несколько вебинаров будем попался на каждом вебинаре говорить но я начал почему раз он мне пришел на зарубить полюбуйтесь на эту паразитарную привык почему она называется паразитарная дальше эрекция это звать эрекции потому что на ровном месте где никогда ничего не росло а если росло смотрите рано вот это уничтожил ну мешало вот веточку срезал вот он делает паразитарная потому что она здесь не должна расти и будет расти незаконно вот здесь вот вот сюда он все смотрит ну что он сотворил и человек делает страшную рану паразитарная по поняли смысл вескоросла никому не мешало теперь он как бы как бы внедряет паразиток теперь он берет эту ранку замазывает видите у него в одной руке в левой руке у него мазь он я замазал сейчас вы поймете что такое теперь вот она рано замазана а это верхушка это запомните раз навсегда вы сделаете тысячу прививок с верхушек и вас не будет ни одного дерева она приживется расти не будет не будет вот шанс заставить ее расти этого здесь отрезать всю ветку всю и она перестает быть паразитарный вот здесь если отрезать но но смотрите внимательно он ее сюда врезал так это называется под кору обмотал вот это все забазано скажите мне пожалуйста мне не доучки что ли зачем он вообще эту дикую рану делал она по размеру равна диаметру ветки вот сейчас вот там где вот она внедряется вот под корот в этом месте так все кругом мороз 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 страшный мороз дикий мороз как она расти будет зачем она вообще когда можно было просто знаете обрака есть такой способ прививки называется под кору под кору вот он и сделал под круг вот это зачем дико вырезал ну центр поддержки а потом миллион человек будут повторять но мир он не станет но многие же эту дикость повторят а теперь еще не все теперь смотрите верхушку берет вторую верхушку сейчас внедрять будет вы сюда выше но уже без страшной рады а просто под кору но если бы он выбрал вот это вот вот это хотя бы ниже какой-то шанс был бы верхушки не применяет при прививках они не годятся сто процентов нигде сто процентов не годятся это любой все скажет привальщик ну а почему в центре этого не знают почему миллион человек надо голову морочить и калечить деревья если бы вы видели какие-то массы кстати еще вспомнил значит пришел ролик там человек вроде бы все правильно делать ну вот почему он взял ветку где-то метровую почти метровую он взял вверху третью часть так или третью часть сверху отрезал выкинул самое страшное что он выкинул нижнюю треть самую цену то есть человек который нас учит ему никогда не приходило в голову то что должна будет сделать или она савильевич если дать власть в руки вот кому-то из вас если вдруг а среди вас много высшего образования сельхоз а вдруг где-то порветесь а вдруг где-то станете ректором проектор и вот вы наконец дадите это будет отдельный разговор для чего это надо тут принцип такой еще одинаково сеянцы одно или двухлетние прививки одинаковые веточки берутся с середины ветки 50 случаев из нижней части ветки еще 50 случаев растут 50 по вашему 50 по железу ну дайте два-три года чтобы в конце концов вот эти люди миллион просмотров не учили там брать ветки сами-то не знают они же берут ветка середины почка приживается нормальный сальс растет но он нормальный но они не видят что такое выдающийся саженец какой он должен быть который уже мороз не берет который плодоносит на второй третий год в котором мощная корневая вот это только потому что ветка берется с нижней трети с нижней трети а сейчас я вынужден сказать так и считайте что я такой умный ошибаетесь если был такой царство в небесный чернушов валерий петрович вот он печатался официального хозяйства оставлял свой телефон познакомились а вот обменялись сортами вот целую главу в своей книге я посвятил ему целую главу вот почему два три совета со стороны сотни придуманы мной лично на 23 со стороны и вот одно из самых краеугольных вот из его письма ну почему я на себя лишь я не беру потому что это его слова валерий константинович берите черенок на прививку с нижней части стресс с нижней трети с нижней трети ветки и дальше почему а потому что там больше пластических веществ я до сих пор знаю что такое пластическое вещество все забываю посмотреть да уже годы и тут я повторяю одну как попугай а посмотреть забываю но я что делать десятки тысяч привод не пробовал снизу среднюю даже верхушки пробовал так зачем нам такие учителя миллион просмотров а на тот момент шестьсот восемьдесят пять тысяч а подписчиков ну все понятно мне мне такого мне до меня 18 тысяч куда мне угнаться за этими специалистами смертельный номер перед вами еще вот это понятно смертельный номер еще раз мы начали тему прививку пусть плохого но начали посмотрите цветы видите вот слева цветы вот самого цветы поздно закончилось только движение вот сколько я вам наговорил вот даже вот это вот который он взял еще одну верхушку прицепил ну под каким углом тебя прицепился ну это не естественный угол в общем самое страшное это то что вот этот центр никогда не покажет что будет через месяц через год вот это слабое место и так на ширину сану савинич которого прекрасно теперь знаете вот которые вы вышли бы мы любовались на ее книгу и на нее сама вот она когда была в москве на выставке вот представлял ах это у них какая-то ах и сайский край вот со своими этими самыми уникальными пастилами вот нашла время и пошла искать по моей моей подачи пошла искать сад который якобы должен нарасти процветать помните я рассказывал дебильные саженцы дебильные ой вот опять слово дебильное все как бы отвыкнуть плохие саженцы вот неправильно на мой взгляд посадка вот время посадки когда биташа середина лета ну то есть для того чтобы снять да а там ну хоть трава не расти хоть дерево не расти но оказалось на том месте стройка и в это конца увидеть бы не удалось увидеть результат работы супер специалистов помните их да вот вот эта фотография еще раз это вот это вот эти вот вот верхушку берет и вот эту часть пониже верхушку качается вот этим и мельчайшими плодами это я проходил у меня два случая они особо и они меня научили я бы давно не рассказывал если коротко дважды один раз пользу один на самолете я выпросил верхушки от супер сливы и от этого вторая от этого яблони дебильчан это из армении и из таджикистана эти верхушки привел и ведь добился же урожая вот дебильчан этого а получились во меньше с голубиное яйцо и вместо вот таких вот этих самых слив верхушки он меня отломал этот и другой отломали потому что я достал мне глаза горят ну дайте верхушки а я не знал а мы пускали завод а у меня сейчас год два вот и вот такие получился дебильчан без так огромных яблок и вот такие сливки еще меньше и вот с тех пор и до сих пор я говорю ребята кончайте херней заниматься очень вас прошу и не верьте тем там миллионы по этих самых всех переучивать опять шашка вышел а не могу по-другому так иван дело в том что давайте мы с вами уже чтобы люди устали давайте мы начнем с вас следующее 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 или я сам найду или еще пришлите мне то что к теме это же вы придумали эти длинные 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 горшки из этих самых прозрачной полиции на бутылке удлиненные с этим встроенным туда встроен горшочком торфяным и результат вот такой пришлите еще раз умоляю я уже тем это у нас сейчас какая посадка и прививка вот и тогда у меня остается поняли да я на вас надеюсь все время вы не слышите вот и про это поговорим про это про это про это вот ну а дальше пойдет обычная тема обычная тема это когда вылеченное полностью дерево начинает лечить полностью это мы еще будем будем и будем сейчас больше сколько минут осталось 9 минут еще несколько фотографий прокомментирую вот и буду считать что я свой долг и так прививка и так будет несколько несколько вебинар поехали здесь получается так специального разброс зато не в свете только засыпать бак другая тема только засыпать бак другая тема и так вместо того это пусть в разное время были статьи добрый десяток были фильмы добрый десяток время прошло новички даже среди большего состава люди с дипломами с красными есть новички а у многих мозги то были еще учителями их преподавателями немножко не ту сторону как мне кажется смотрите что я должен был сделать вот здесь вот отрезать и было бы рано на концу так вот это страшно рады я эти диаметры был бы рады больше чем диаметр вот это вот зачем диаметр среза вот этого то есть вот это место начало бы гнить почти наверняка а все дерево это смотрите это двухлетка вот это прошел третий год а большая часть дерева это третий год четвертый пятый шестой седьмой восьмой десятый двадцатый тридцатые годы поняли то есть большая часть дерева еще только начинает строиться а вот эта рана она бы вот это все его дальнейшее существование ну может сразу бы не погибло зима бывает разная несколько лет и прощай так поэтому что я придумал вот это два варианта или процесс а называется это ветка конкурент они есть только у привитых деревьев именно привитое дерево растет вот так у него очень часто это ветка одна почти вертикальная другая чуть чуть не вертикально вот так вот вот так и тогда приказано уничтожить эту ветку не уничтожать надо ребята отрезав ее вот здесь вот она тут же обрастет листиками веточками и станет одной из десятков она теперь она видите какая мощность была но на теле и она теперь дерево не разломает разломать можете об этом покажу почему я готовился к этому разговору нужно все еще вебинаре покажу спилы срезы так вот один вариант укоротили если они привели еще один сорт а вылетит готов дальше идем вот эту фотографию я делал твой давно году лет 15-20 назад тот момент уже по появились вот такие секаторы его почему-то звать секатор скоропевиком правильно было назвать на нас редуктором вот он чем хорош как бы усилия до несколько усилий нажал отпустил еще нажал еще и на второй тридцат раз и толстую ветку перекусывает а который без храповика так не может поэтому я до сих пор уважаю именно вот и у меня здесь пор и старые даже но еще в ходу именно такого типа самая левая это нож привез я его утерял он упал в снег и больше никогда не видела горе было страшно только когда у меня появился нож я показывал с экрана немецкий сервинг но покажу когда подвернется фотография пока подвернулся фотографии вот этого но где у себя доставать тело брать вот это мне подарили москве горе какое но дальше как у меня вот этот как называть это называется коллаж и вот этот коллаж и учили капулировка вот она видите ветка длинная вот это это как бы подвой вот это коротенькая с одной-другой пучкой это как бы прямой стыкуется видели и второй и последний способ прививки которые я уважаю это привыка пень врачеб недостаток есть все-таки здесь большое оголеная поверхность вот это она замазывается и ничем не затянешь никакой полиэтиленом этим она замазывается но все-таки это место оживает а выживает тут конечно чуть-чуть подмерзание проникает но если вот это три года а вот это однолетка она действительно это прирост последнего года то что ниже то что врачеб вставлена а эти допустим 3 года и здесь происходит чудо дерево может на второй третий год давать плоды уже поэтому что сюда переходят качество а еще нету 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 вот нету как-то было это оставляла как-то сыну два мороженых вот и сбегала этот самый надо было поликлинику сейчас вернусь только справку возьму возвращаясь что-то у него руки пустые он говорит а где бороться у тебя съел а боев где он руки разговаривать расставил ладно шуткой в сторону и так нет нет что это доказано было 90 лет назад 90 лет мы молились на эту на эти самые на без бесконечная работа не уникали если уже давно не нужно никому вот на опыление на при бесконечный пересев вот качество передаются воду и быстро и надо и годы лишь не ждать подношение да вот значит прочность прочная такая ух какая она прочная получается вот и так далее вар есть вар тогда он был такой потом появился он не он появился вар бугоркова я до сих пор пользуюсь бугоркова не потому что он лучше других вот и бары появились поддельно некоторые подозревают что они вот я не знаю сделал 23 все мертвые они вар или виноват а что за вар из чего его там валили непонятно ну бугорков вроде бы поэтому а он такой мягкий как клей и получается я могу работать даже при минусовой температуре а другие вары только в жару можно им пользоваться когда он становится мягким и наконец идем дальше вот это уже тебе работка вот он обмотка вот эта обмотка вот так вставляется друг дружку вот и наконец и на всякий случай добавляю это простая капулек вы знаете она вот еще вот это слева это лучше капулировка здесь получается замочек срез-всрез видите то есть все еще вставляется ну пусть тут не так она но я специально как смотрите даже вот такие тонюханьки я умудрялся вот он тоже все вставляется а это чуть толще спички и такие могу и это средний с карандаш а это толстые вот эти толстые а они у основания ветках максимальная толщина они дают деревья полтора два два с половиной метра я говорю особенно если вот так будут на 2-3 клетку все это вместе состыковать как можно ближе к земле земле как можно ниже черенок берется если все это состыковать два два с половиной метра саженец 20-30 скелетных веток показал еще могу показать 20-30 скелетных веток тысячи цветочек почек и на второй год цветов цвету вставлять только потому что надо умудриться уже хорошим будет всем надо учиться ветку среднюю толщина с карандаш может быть максимально вот такой решите решите все зиму решите решите когда сто раз обрезать все сто раз одним движением получилось вот это что на самый на самый право одним движением сто раз подряд вы готовы приводить а и последнее почему здесь просто каплировка здесь нет третих а расчепу вот это я проверял самый мощный саженцы это было я новичок но я уже землю взял мне я делал 2000 прививок этих самых 1 2 3 летних сибирок и на некоторые где подходили диаметры делал простой каплировку и и тут вырастали мощнейшие саженцы я вот тут вот так вот друг дружке прилегает полностью идеально и вот тут мощнейшие саженцы получается единственная беда почему я говорю но есть всегда но ураганный ветер и пусть их упало штук 20 всего из полутора тысяч которые на тот чего я делал 1650 вот уже было пол полторы тысячи готова первый год уже выросли до высоты двухметровая а это же яблони они же не такие мощные как абрикосы вот тем более на корневой отводке вот они двухметровые красавцы с мощной кроны благодаря простой к полировке когда это идеальное прилегание штук 20 упал и аж ходил плакал все друзья заклад окончен прошло два часа одна минута куда мы сейчас с вами давайте искать как отсюда выбраться а вот сюда так смотрим сюда значит ну писем мало мне все знаете надо будет сделать перерыв я участвую заработал сейчас пойду на кухню на пять минут но перед этим было несколько сообщений которые могут иметь прямое отношение к нашему вебинару то я посмотрю не тут тут я нельзя смотреть потому что там у меня телефоны чужие сразу высветится а я на телефоне посмотрю так 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 Путина вспоминает нашли место нашли место вот пожалуйста ускоренной почте мне за пять дней приходило обычно за десять дней ну понятно а знаете о чем речь идет о тех которые которые должны выслать уже раскрывшиеся ответственность сумасшедшая я всегда переживаю ну все ничего такого нет чтобы на которые надо отвечать публично ребята расстаемся но пять-шесть минут ладно надеюсь никто никуда не спешит вам тоже чаю надо попить я пошел на кухню ненадолго Ненадолго Продолжение следует...